Что такое лето? Это время подзарядки витаминами, так, чтобы с лихвой хватило до следующего сезона. А какая первая ассоциация с летом? Конечно же, земляника. Запомните, именно земляника садовая, а не клубника. Земляника. Пожалуй, одно из любимых лакомств на земле. Уверен, что нет ни одного человека, который относился бы равнодушно к этой красивой и вкусной ягоде. Один только аромат так дурманит, что на плантации рождаются смелой ремейкой популярных хитов. Мы остаемся вдвоем. Помню я имя твое. Света, Лена, Вика. А, земляника. Сочная красавица нормализует обмен веществ в организме, защищает от сердечных заболеваний, рака, снижает риск развития диабета. Это кладезь витамина С. Ягода сладкая, но что интересно, сахара в ней меньше, чем в лимоне. Земляника – единственная ягода в мире, семечки которой располагаются снаружи, а не внутри. А по составу она близка к свойствам аспирина. Поэтому, если вдруг ваша жена часто жалуется на мигрени, просто купите ей ягоды. Говорят, что для человека смертельная доза – это съесть 200 ягод земляники. Ну ладно. Рушим традиции. 205-я. Вроде живой. На рынках области сейчас пиковый сезон продаж ягоды. Большой наплыв продукции с юга России. Свою скромную долю в этом объеме занимают самарские производители. Специализированно ее выращивают три хозяйства. Отрадно, что площади в последнее время под земляникой растут. Это ответ на тренд. Покупатели голосуют за местную ягоду. Небольшой ликбез. Первая ягода появилась в Европе только в 18 веке. Тогда ее привезли из Чили во Францию. А где мы находимся, в Сызранском районе, ее начали выращивать в 1980 году. Спросом она тогда не особо пользовалась, потому что у многих были дачи. Потом был упадок в хозяйстве и снова возрождение в 2011 году. Галина Николаевна Усачева, главный агроном хозяйства садовод. Уже 10 лет рука об руку, душа в душу живет с этой ягодой. И сама выглядит, в принципе, как ягодка. Галина Николаевна, скажите, а как у вас получается такая вкусная и, главное, натуральная ягода? Что вы вкладываете? Ну, во-первых, самый главный сорт, потому что сорт решает все. И прежде чем закладывать такие плантации, я продегустировала, наверное, больше 20 или 30 сортов. Поэтому выбрала самые ароматные, самые вкусные, самые сладкие сорта. Пусть они чем-то уступают в урожае другим как бы сортам, безвкусным сортам, без урожая. Но я остановилась вот на этих сортах. По поводу урожая, наверное, вы немножко себе занижаете оценку, потому что здесь урожайность самая высокая в области. В том году, признавайте, сколько было? Да, 30 тонн с гектара было у меня. Все решает и место расположения, экологические чистые Сызранские поля и технология посадки. Ягодка растет на соломенной подстилке и коктейль из минимального количества подкормок. В общем, весь вкус и витамины – это дары самой природы. С 10 вечера занимает уже очередь наши местные, местные, вот кто возит в Тольятти, кто возит в Самару, мне даже их вот жалко. И чтобы как закупить нашу ягоду, вот очередь, можете приехать посмотреть, уже с 10 вечера занимает. И просятся, и звонят, и чтобы наши именно ягоды, чтобы она попала на прилавки Тольятти и Самары. Потому что я не хочу как бы плохо о ягоде говорить, но привозили с Краснодара, просто как продегустировать некоторые сорта. Нашу не сравнить с Краснодарской. Хоть там такое же солнце, наверное, ну, земля, конечно, там другая, но наша ягода вкуснее, намного вкуснее и ароматнее. Аромат разливается. Да, по всему полю. Такая вкуснятина занимает 5 гектаров. В этом году заложили еще 3 гектара под новые сорта. Самые же большие площади в хозяйстве садовод отданы яблоням. В ассортименте более 30 сортов. Предприятие единственное в области выращивает в промышленных масштабах вишню. В линейке ягодной продукции есть малина, черная смородина. В этом году впервые решили освоить ежевику. Основной объем выпускаемой нами, выращиваемой нами продукции составляет яблоко. Но ягодное направление мы считаем довольно-таки перспективным. То, что мы благодаря грамотной агрономии можем выращивать хороший качественный продукт и, соответственно, поставлять на рынки Самарской области. Уже скоро плодовый ягодный конвейер закрутится с ускоренным темпом. Садовод стал участником нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Тут масштабно будут развивать мелиорацию. Введут 142 гектара ягодных плантаций на капельном поливе. Пройдет развитие ягодников, плодовых, ягодных культур. Все это позволит увеличить нам объем выпускаемой продукции, соответственно, для потребностей, естественно, в первую очередь, рынков Самарской области, а также близлежащих регионов. Самое замечательное, что и руководство области хорошо понимает важность задачи, чтобы жители региона могли максимально обеспечить себя местной плодовой ягодной продукцией. Действуют меры поддержки для садоводов, а хозяйством есть куда расти.